пытаюсь понять что мне разобрать абсолютно не могу понять логики нам на меня сейчас обута сварная рейдерская броня для левой руки у нее защита щит 2 энергия 2 цена 21 вес 4 так вес 4 цена 21 22 так лан 224 21 запоминаем есть вот такая вот она 36 32 и стоит всего 13 где смысл почему она намного лучше по всем показателям а стоит два раза дешевле не понимаю может есть какой-то прикол в этом конечно но он на разбираю этом одену вместительную расшитую кожаную броню для левой руки выйти эй мне показалось или я голый да я голый что я не одел на себя а я наверно панталоны снял да или я так и выглядел подождите-ка да блин фонарик опять бесишь уже второй раз случайно нажал на фонарика за 9 серий предыдущих ни разу костюм бродяги чистый черный костюм скаленная рейдерская броня для майка из лакса вот так я не понял что я с себя снял и как со всем этим жить он сейчас оденусь почему-то я не мог разбирать штурмовой противогаз в броне хотя это явно броня это у меня типа перк какой-то не прокачен что ли желтая шляпа браслет майка из лаксы вот вместительная расшитая это я хотел одеть кожаная броня для левой ноги это я одел для правой ноги одел противогаз маска надел кожаная броня для правой руки одел дорожная кожаная одежда надел талоны одеваются между то вместо дорожной кожаной одежды протупея видимо не нужна мне еще вы капюшон с ремешками все это мне не надо на да вроде как я одел все что хотел слава тебе господи как я теперь выгляжу о у меня что то было на башке до этого почему я не стал его одевать потому что у меня что-то круче этого что ли можно сортировать потому что одевается только на башку можно было бы здесь кликнуть вот на место на туловище и отображались бы только те вещи которые можно одевать только на это место сортировать по z нет сортируется тоже только не так выбрать урон c ну да это тоже не то ладно похоже штурмовый противогаз у меня был какой то то ли берет да у меня берет одевался на башку но берет мне ничего не дает абсолютно да а восприятие 1 он мне дает главной убор ополченца дает харизму 1 майка из лакса дают харизму 2 вот никогда не замечал что что то дает харизму а так сейчас кожаная броня вместительная расшитая кожаная броня противогаз майка дорожная кожаная одежда она ничего не дает да так мне нужно то что дает мне харизму майка из лаксы дают харизму но снимает с меня все остальное что ли так да обредятина почему ты можешь одну одежду носить под броню а другую не можешь ладно все сейчас кстати был приятный пример я случайно нажал на капс у меня снова исчезла картинка запись вроде идет я подумал я понял почему это потому что на капс у меня какая-то клавиатура странная которая и на экране тоже обозначает что капс включен или выключен видимо из-за этого у меня исчезает картинка при нажатии на капс в игре а или подождите или я майку из лакса вот сейчас сниму и у меня вернется все остальное что было одето до этого да нет ни хрена хотя почему то мигало все а я все таки могу добавлять броню в избранное избранное как ю могу да только избранное одно и то же с оружием и с броней это бесит какой то очень отрывистый летсплей получается но я постигаю игру мне хочется уже понять вот в этой серии все и простить все в остальных следующих но это как то дико неудобно кстати я все думаю может у меня комбинезон убежище 11 вообще круче всей другой брони он дает защиту от энерго урона защиту от радиации но он не дает вообще защиту от механического урона поэтому все таки наверное нет это не наш выбор так я вроде разобрался с тем как я хочу быть одетым с учетом того что противогазы на голову одеваются только вместо шляпы хотя я не вижу ни малейшей причины надеть эту шляпу вместе с противогазом все таки я решил отказаться от защиты противогазной и носить пока что харизму плюс один с собой ну и так я довольно модненько выгляжу почему то снова случайно нажал сюда как я это сделал зажал среднюю кнопку мышки хотя написано удерживайте вы чтобы открыть менюр стака а я зажал среднюю кнопку мышки все равно открыл менюр стака мата не хватает ладно пойду еще разбирать оружие это тоже весело решил что будет если что модифицировать из оружия так хотя бы миниган и посмотрел что да я могу его модифицировать и наверное поделаю тем более что это во первых прибавляет цену заранее ему во вторых меня же просили побегать с миниганом мне хочется бегать не с простым а со специальным миниганом главное чтоб клея в мире хватило на все что я хочу хотя стекла тоже мало прицел стрелка я могу поставить и почему бы нет изолента 6 клей 6 сталь 6 химическая колба стекло ну ладно пока что пускай будет прицел стрелка вот ствол я не могу его менять мне нужен специальный перк фанатик фанатик оружия это мне не нравится надульная насадка дробилка тоже нужен фанатик оружия ну ладно будем брать фанатик оружия потому что мне хочется бегать с интересным оружием кстати я могу наверное его прямо сейчас взять у меня же был уровень в запасе но потрачу очень много клея а клей мне наверное пригодится для чего не другого и смотрю еще что мне можно помодифицировать но пока что не понимаю чего я хочу я тут выкинул все лишнее оставил по одной единице каждого каждой единице оружия которое у меня есть но очень сложно понять что я хочу а чего нет сейчас наверное все что мне точно не нужно пока что скину вообще в ящик останусь только с тем что мне интересно еще помодифицирую его вот пытаюсь понять я вижу у меня есть тесак он явно только холодное оружие у него урон 21 дохрена плюсиков и вес 2 у меня есть ломик тоже дохрена плюсиков урон уже 18 и вес 2 а с чем он это сравнивает у меня же ничего не одета из холодного оружия только штыковой легкий голодкоствольный карабин но его глупо видеть как холодное оружие если я его выкину вот сюда и он у меня не будет одет тесак плюс плюс ломик тоже плюс плюс тесак да блин тесак можно одеть что-нибудь прямо находясь здесь сортировать здесь все сохранить смотреть нет видимо нельзя теперь я еще запутался вообще в типах оружия вот это карабин и вот это карабин этот карабин потребляет пули я так понимаю сорок пятого калибра этот карабин потребляет пули тридцать восьмого калибра но они одновременно карабины и между чем он сравнивает тогда вообще вот эти плюсы а посмотрел все таки есть обычное пиво которое я так понимаю идет исключительно на стекло пиво гвинт стаут которое я находил в прошлой или позапрошлой серии оно оказывается увеличит силу харизму но теряется интеллект это хорошо надо поготовить еще в этой серии чтобы скинуть вес еще и по всему этому но надо помнить что мне нельзя готовить из всякой растительности потому что мне сейчас надо засадить этим всем обитателям моего убежища ну в смысле поля я бы засадил ядер кола мое разное веселье с робко я вообще опасаюсь это все сюда выкидывать вдруг у меня это все отберут у тебя в принципе вес то 0 да все что в разном весит по нулю это хорошо значит это я могу никуда вообще не тратить и оставлять вот все что я поразбирал аж стали 145 вес 0,2 то есть я все это могу сейчас скинуть в мастерскую у меня вообще веса освободиться это круто мои модификации миниган штатный прицел он еще и весит отдельно мои боеприпасы боеприпасы хотя бы не весят не боеприпасы не весят даже ядерные блоки это прикольно мои предметы все я кажется скинул все лишнее что хотел сейчас еще скину в мастерскую почему я бегать то не начал потому что я на капс нажал да да так бы не заметил этого еще долго бы бегал а не понимал в чем проблема как мне это в мастерскую скидывать на R подробнее и предметы да сохранить весь хлам теперь у меня аж дофига свободного места приготовлю себе пару мяса на верстаке для создания брони нет наверное все таки нет да пришла ночь хочется шашлыка самое время готовить мясо только я реально не понял где его готовить на задворках что ли где-нибудь было место где можно было готовить я его находил но почему-то сейчас я его не вижу решила найти я абсолютно потерялся во времени этой серии я снимаю уже час точно но я очень много думал за экраном я не принимаю шпилька снова жилеты с лаксы ну жилеты с лаксы это так фиговенькая вещь на самом деле мне больше понравился чистый черный костюм который тоже у меня есть я могу взять собачью миску но видно я ее поплавлю на пластик да наверное этим мы будем заниматься уже в меню модификации самого жилья но где готовить то можно потерялся я думал что все абсолютно рядом есть но видимо нет видимо все таки они предпочитают готовить в отдельно приспособленном для этого месте надо его обязательно найти где-то на задворках империи наверное это место ладно сейчас побегаю опять таки за кадром осталось все делать за кадром но сейчас мы отправимся в пустошь искать что-нибудь интересное вот эту серию все таки допосвятим хоть чему-нибудь в этом поселение я был свято уверен что на локальной карте показываются все эти штуки на которых можно что-то делать но почему-то нет подвал показывается кстати интересно в подвале я не был может там тоже есть какие-нибудь крысы или еще что-нибудь а или так вот моя броня почему-то не показывается эта часть карты бред ладно сходим в подвал посмотрю что там есть а не могу поставить метку да на мини карте надо повернуться налево чуть-чуть и вот здесь вот будет где-то подвал но если не внутри то снаружи точно карта да здесь только снаружи мне интересно что это я такое обнаружил может быть там большие запасы картошки которая называется тошка в их мире подвал открыть что в каждом городе есть всякие катакомбы и подземелья что ли или что да тут просто запасов дофига пиво гвинет стаут я все возьму это все будет мое пускай они не бухают на рабочем месте пускай сами добываются все чего хотят очищенная вода пюре быстрого приготовления радио патроны да я теперь буду охотиться за клеем и за всякое изоле золотой слиток юуу это круто пустая масленка еще золотой слиток банка сейф открыть средний понимаете я просто думаю сейчас если у них золотые слитки рядом с сейфом валяются но не запертые чё ж они в сейфе то хранят наверняка какую-нибудь бесполезную гадость сейчас узнаем я был абсолютно прав они хранят в сейфе абсолютную гадость и практически бесполезную но зато золотые слитки валяются рядом с сейфом алюминиевая банка блин чё тут счета есть я достал этим собирательством заниматься когда я беру все абсолютно что мне не нужно я же знаю что это мне пригодится тем более это рядом с домом мне его даже тащить не надо сейчас я его просто выкину куда-нибудь и все разберу и выкину то вы завтрак несколько крышка радыкс поднос ой я не хочу спать я уже поспал да неприятно этот сейф я уже обчищал вообще можно было бы обстроить все жилища именно вот здесь горелый рекламный журнал матрас хорошее место меня есть никто не найдет абсолютно причем но нет нет надо быть ближе к народу буду обитать здесь сахарные бомбы банка все все упёр можно возвращаться назад и плавить все это теперь хочу подойти ближе к тому зданию и посмотреть что там показано на мини карте может быть все таки там показаны все эти предметы я хотел его буду о дикий мутафрук то что мне надо мне его надо сажать еще дикий мутафрук да а то что я их сейчас где их вообще забираю где они они на столе лежали в доме или или они просто не обозначаются визуально но они здесь были на улице росли мне надо быстрее сажать им всякая растительность чтобы они у меня не померли потому что я вдруг если мало пищи реально люди начнут умирать в моем убежище ты добрался до сюда и эмм заглючил пип бой да эмм ну ладно тап все равно заглючил пип бой как я менял то мини карту и карту мира на эр заглючил пип бой зараза такая эр нет не эр эм а на уровне на уровне показываются пока что не хочу это делать ладно пип бой ты меня бесишь если я сохранюсь может быть все таки у меня пип бой отглючит немножко или выйду еще в вид от третьего лица скажем да вот так вот показывается показывается силовая броня эй эй но все эти мастерские не показываются да надо самому искать а это у них всех задание обеспечить едой на 30 процентов ладно как мне обеспечивать едой то я хочу поставить грядку прямо здесь рядом с ними чтобы им было удобнее собирать урожай ну ладно взялся за дело так прямо сейчас и начну это все делать специально залез в помощь пытался найти что-нибудь про то как именно правильно выращивать еду но что-то ничего не нашел тут есть конечно некоторое интересное что почитать я подумал что эта игра реально огромная и потом даже если квесты закончатся можно дикое количество времени просто заботиться о своих поселениях и все но пока что у нас задача довольно простая и что-то у меня оружия нету нет я привык все таки ходить с оружием а я разобрался в свое оружие у меня его нету даже на избранное да молодец я ну хорошо пока что так надеюсь на меня никто не нападет пока я это буду делать е-мастерская и где же мне искать эту еду структуры мебель украшения питания это оно соединители и переключатели нет это не оно питание разное блин питание освещение питание и освещение вы мне только скажите что еда будет расти только если там есть свет или это чтобы выращивать внутри зданий питание нужно освещение ладно тап отмена питание разное я уже привык что в разное здесь надо лазить терминал понятно видимо это все таки не то эй назад барона ресурсы наверное ресурсы вода пища разная пища бритва злак арбуз так это я могу сажать во я могу сажать морковь мутафрукт как минимум надо бы построить какой-нибудь огородик сначала наверное а сейчас я разберусь поставить метку давайте поставим метку на все это и посмотрим поставить метку на кью я буду хотеть найти все это абсолютно почему только некоторые у меня уже поставлена метка а некоторые нет странно поставить метку на то что у меня уже есть в инвентаре я не могу бредятина ну ладно вообще мне кажется что самый полезный продукт это тошка хотя почему то на картошку он вообще не похож он похож на какую-то вялое яблоко лежавшие примерно полгода не важно почему то у них есть две тошки одна и вторая я этого искренне не понял ну ладно будем искать еду на карте на карте она вряд ли будет отображаться а вот при беготне по миру будет подсвечиваться где она валяется я так понял это очень полезно но я этого еще не пробовал может быть это реализовано через задницу и я никак не оценю данный вид так дайте уберемся здесь немножко разобрать поставить метку да разобрать покрышка разобрать почему они тут вот это валяется в кучке а эти покрышки валяются все вот так вот домкрат пускай стоит ладно здесь у меня что я хочу поставить вот здесь вот маленький огородик шлакоблоки тоже идут ко мне это я поставлю немножечко так ем поставлю немножечко в другое место пускай он стоит правильно вот здесь вот а там у нас будет чисто огород я пускай стоит здесь здесь я сделаю оградку чтоб все было красивенько и хорошо понять бы только где делать оградку вернее как делать оградку на таб ресурсы питание украшения украшения точно нет структуры наверное дерево металл дверь его заборы забор из хлама забор с проволоки уборы с проволоки будут забор из проволоки требует от меня дерева это круто с это что вот чисто вот так вот палочки я могу отдельно сажать что ли отдельно сажать палочки это здорово мне это нравится Сколько у меня это и сколько у меня стали Стали у меня вообще до хрена Поэтому нет, не будем мучиться Разберу это Разобрать Построим нормальный забор Из стали Где у меня тут длинные заборы есть Из проволоки чисто, из проволоки с деревом Наверное вот так Она самая длинная Да Некрасиво немножко Лучше все таки вот такой вот наверное 4-2 4-2 4-2 2-2 2-2, но почему-то я не могу его сажать там Где мог другой Странно Ладно Вот из этого я построю, мне это пока что больше всего нравится Могу ли я их как нибудь Коннектить именно к дверям Нет, не могу Ну не могу так не могу Пускай она стоит вот так вот Бесит, что нельзя аккуратненько мотать Стой Стой Неаккуратную дверь я здесь поставить не смогу Ой, на колесико мышки можно удалять Слава богу В смысле удалять подальше Так вот я могу это вообще запереть с этой стороны Ну хотя бы коннектиться между собой Это приятно Но нет, это я тоже не хочу Так вот что ли Ладно Странно оно все выглядит, но честно Ладно, вот так Хорошо Здесь никто не пролезет Типа Строим сюда И сюда я хочу еще какие-нибудь красивые ворота Чтобы у меня был вход с двух сторон Правда не знаю, зачем мне тогда забор Если у меня есть это Структура металл, структура двери Да, дверь посреди пустыни Наверное интересно построить А что, у меня нету калиток У меня только двери Дерево Стены Странно, походу нету калиток Разные С шипами Ну да, нету Структура забора Ну фиг с вами тогда Пускай будет просто забор Забор из металла Забор из проволоки Так вот М Тут по-моему пошире, да, немножко Пускай будет так Просто создадим немножко уют Там в симсах же есть параметр Уют Вот и здесь у меня тоже будет уют Ставим А ты почему-то не коннектишься сюда Поставим Странно оно все То коннектилось Это не коннектится А это коннектится Тоже не коннектится А это А вот это коннектится, да? Круто нафиг Бред какой-то Ладно, тогда вот это удалю Удалю Разобрать 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 Ты у нас К стене не хочешь соединяться, да? Ладно Тогда вот это вот так вот Ставим Не ставится оно на угол, да? Палочку поставим Поставили палочку Теперь к палочке Во, к палочке Приконнектится Только у меня здесь Какая-то колдобина И она не хочет Из-за этого Коннектиться Правильно Бесит А Во, пускай будет Вот здесь Вот входик Такой аккуратный Я Ага Ты сюда опять-таки Не хочешь, да? Палочку Секциячка Секциячка Ты Ты как? Ты куда? Ты почему не хочешь, как я хочу? Ой, достало Ладно, все Это Это бред Не хочу это делать Вот Палочку поставлю Типа у нас облагороженная территория Слегка И сажаем Структура забора Структуры Мебель Украшения Питания Ресурсы Ресурсы Пища Что у меня есть? У меня есть Мотофрукт Есть морковь Мотофрукт Это то, что надо Мотофрукт Давай ты будешь расти Где-нибудь 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 Ну где-нибудь Ну где-нибудь-то Ты будешь расти Давай вот здесь Мотофрукт И все Мотофрукт у меня закончился Морковь не хотел я сюда сажать Но посадилась и ладно Рабочий, которому уже поручено производство пищи Может работать на несколько пищевых объектов До 6 единиц максимум пищи Мне что, теперь надо сюда еще назначить какого-то рабочего что ли? Хм Пища 3 Ресурсы разные Кормушка для бараминов Станция сбора мусора Колокол, сирена О, цель быстрого перемещения Это здорово Мм Так Теперь Необходимо рабочих 1 Производит 1 Необходимо человека Мне надо назначать человека сюда или нет? Или он типа сам назначен? Чувак О, собак, давай ты будешь заниматься пищей Не Я кого-нибудь разбужу сейчас Ммм Могу и назначить Не, струджерс у нас и так Капитан местной баскетбольной команды Тетушка, может ты ухаживать будешь? Ну, я думаю, что нет Так, выйти Выйти не могу никак, да? Это собирать тоже не могу? Нет, все-таки в мастерской Мастерской Мастерская Ем Людям Пять Люди, вы где? Вы у меня помечены были, я точно помню Ты тут А, вон там еще кто-то спит рядом, да? Стеллаж с инструментами Забавно Во, Людзюнь Блин Марселон Марселон Е Команда Е Отправить Отправить типа сюда? Назначить Назначить Ресурс назначен Назначить Нет, это я просто пересаживаю Все, да? Так, морковка Расти здесь Вы мне что, хотите сказать, что у меня один человек может ухаживать за одним кустиком всего, что ли? Еще раз Марселон Команда Назначить Эй Да, бляхо, муха Извините Марселон Ты назначилась Команда Назначить Ресурс назначен На морковку тебя уже Не назначить Типа Марселон Начала ухаживать за кустиком, да? Могу я тебя назначить Еще на морковку, а? Нет, не могу Или я морковку криво посадил просто Они вообще будут сами это делать Или нет? Потому что если мне каждый раз надо это делать То это, конечно, полная обредятина Ну, пускай китаец у нас ухаживает за морковкой Китайской Не, за морковкой вообще никак не поухаживать Но я могу его назначить на этот тоже Ну, пускай тоже будет Ладно 40-60 Подождите А морковка у меня вообще? А что у меня морковка вообще? Ааа Не Ты пошла и ты Ааа, это ворота Ну, очень доходчиво объяснено Что это ворота Если оно в стенках и в заборах Ну, ладно Теперь у меня Теперь у меня все криво стоит Ну Пофиг Они Они работают над пищей Слава тебе, господи, наконец-то А я пойду на поиски морковки Но, видимо, я пойду на поиски морковки Все-таки в следующей серии Потому что в этой серии я дико туплю Я даже не знаю Не представляю, какого размера серия Пока что все Посмотрим, как оно будет у нас продвигаться вперед Пока это был курящий из окна Простите Серия дико ночная Но мы разбирались Я вам обещал, что мы будем разбираться И мы разбирались Смотрите, подписывайтесь До свидания Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok